Всем доброго времени суток! С вами Татьяна из Норвегии. Сегодняшнее видео это видео косметическое о косметических покупках за лето. Здесь будет и уход, и декоративка, и кое-что из декоративки я вам уже показывала в своем видео о покупках, по-моему, в июне. Но я говорила, что не смогла купить тот или иной продукт ввиду его отсутствия. На косметическом сайте. Ну, а вот сейчас приобрела, и поэтому как бы уже буду показывать всю коллекцию, что было куплено и что есть. Может быть, будет интересно, и покажу вам кое-что новенькое из коллекции Essence. В общем, начнем. Начнем мы с вами с продуктов уходовых. И тут у меня целая артиллерия. И хочу начать с вот таких вот двух продуктов, которые урвала по большой скидке в продуктовом магазине. Это самые классные продукты для волос, бюджетные. Шампунь Sunsilk и бальзам-ополаскиватель. Ну, мне, например, вот эти вот продукты очень подходят. И бальзамчик, и шампунь. Я хочу сказать, что подходят они мне и... Давайте, наверное, вот так вот. Ну, подходят. Подходят и по стоимости. Конечно, на волосах экономить не нужно. Но это то, что вот соотношение цены и качества для волос будет просто замечательным таким соотношением. Также для волос приобрела вот такую вот маску для волос. Это на одну минуту наносить. В общем, восстанавливающее средство для волос. Хочу сказать, что я покупала и на сайтах, и в продуктовом магазине, и в косметических магазинах. Поэтому ничего вам не называю. Тем более у меня в основном, те, кто меня смотрят, смотрящие из Российской Федерации. Поэтому просто показываю и демонстрирую. Так, теперь мы с вами переходим к телу. Для волос, по-моему, тут у меня больше ничего нет. И появился вот такой вот, во всяком случае, у нас здесь новичок для удаления. Короче, для допиляции. Продукт для допиляции от Setting Care с экстрактом авокадо. По-моему, это не Setting Care. А может быть и да. Setting Care. Вроде как раньше это был джилет, но вот теперь Setting Care. Так, следующее это... Я, знаете, как-то день ужасный такой, сумрачный. Осень. Поэтому вот пришлось выбрать место, где более или менее видно. Поэтому показываю. Следующее это скраб для тела. Не знаю, что это за бренд. Написано, что сделано в Англии. В косметическом магазине. Здесь у нас покупала. В Норвегии. Так, следующее. Подарок от коллег. Сет. Из детского сада. Это вот такой вот набор. За хорошую работу. Я вам показывала. Они мне дарили уже продукты. Вот еще подарили. От Rituals. Ritual of Junk. Ну, вы знаете, мне то одна подарит, то другая. Потому что я их очень выручала. И вот не помню. То ли такой мне дарили сет. Есть у меня один, то ли он чуть-чуть другой. Не знаю. В общем, но в любом случае классно получить вот такой косметический сет от Rituals. Следующее. Это для тела. Для тела это вот такой вот дезодорант от Palma Leaf с экстрактом малины. И, вы знаете, я для себя открыла очень интересный сайт. Там называется он Lux Plus. Все равно озвучу его. Может быть, кто-то из Норвегии меня смотрит. И там ты платишь взнос за то, что ты, ну, как бы являешься членом их клуба. Или же, ну, как это по-русски сказать. Ну, в общем, постоянным покупателем. Скажем так. Постоянным покупателем. В общем, первый заказ на этом сайте, он бесплатный. А за последующие заказы нужно будет платить 100 крон. Независимо от того, заказываете вы там косметику или нет. И в любой момент можно отказаться от членства. И там, чем, почему я, так сказать, подсела на этот сайт. Хотя я там один раз все заказ делала. Потому что там низкие цены. И очень низкие цены по сравнению с другими сайтами. Все окупается, конечно, эти 100 крон. И еще, что самое главное, там очень много продуктов и брендов, которые так вот в обычной, в обычных магазинах, в обычных онлайн-магазинах косметики не увидишь. Например, например, это бренд, польский бренд Биленда или Биленда. Очень-очень редко можно на косметических сайтах увидеть этот бренд. А мне он очень нравится. Он очень бюджетный. А вот на вот этом вот сайте Luxe Plus там просто огромнейший выбор продукции от Биленда. И я там очень много чего заказала. И в этот раз я решила как бы сделать, ну, не то чтобы акцент, но заказать побольше средств для интимной гигиены. Потому что их, ну, они продаются вот в норвежских магазинах. Но цена, конечно, очень дорогая. Ну, не сказать, что бешено дорогая. Ну, дороговато они стоят. Хотя что тут вообще такого особенного. Ну, а вот первый продукт, который я вам показываю, это интимный уход от Биленда. И здесь, видите, даже написано по-русски. Мицеллярное средство для интимной гигиены. Это первый продукт. Следующий. Это тоже такая очень бюджетная, бюджетный бренд Beauty Formula, который не продается на таких, ну, сайтах очень известных косметических. Потому что стоит он бюджетно. И там как бы, ну, наверное, они выручку не делают, продавая такие дешевые продукты. Так, это Beauty Formula. Это тоже для интимной гигиены средство. И еще одно средство от интимной гигиены. Это бренд Formona. По-моему, он польский. Да, это вообще гидролат с коноплей для интимной гигиены. По-моему, да, сделано в Польше. Вот написано. Ну и вот. И, ну, тоже очень-очень бюджетно. Поэтому, если вы любитель косметики, проживаете в Швеции, проживаете в Норвегии, люкс плюс для вас. Следующее. Так, давайте, наверное, лицо покажу вам. Средство для лица. Это, опять же, бьеленда. И мицеллярная водичка с экстрактом, витамином С и лимоном. Вы знаете, тут такой большой объем. Сколько же тут, наверное, пол-литра точно есть. Вот не вижу. А вот, точно угадала. 500 миллилитров в этой бутыленции. Так. Затем Еще одна мицеллярка от бьеленда. Ну, почему набрала столько много? Потому что это у меня продукты, которые расходуются очень быстро. Расходный такой материал. И это бьеленда с экстрактом роза. Ну, те, кто ходит, захаживает в магазин Магнит Косметик, во всяком случае, раньше там очень много было продукции от бьеленда. И мне она очень нравилась всегда. Кстати, и Формона нравилась. Но бьеленда побольше. Большие предпочтения у меня вызывает. Так, следующее. Это продукт от Нивея. Это очищающее молочко. Знаете, что произошло? Произошло то, что он Нилореаль, Нивея, Ни многие другие бренды такие известные, Они не выпускают сейчас очищающее молочко. Во всяком случае, я здесь не вижу у нас в продаже. Вот увидела. На сайте, думаю, надо брать. Я даже набрала специально очищающее молочко. Ну, как бы в поисковике. Думаю, что он мне выдаст. Вот выдал мне люкс плюс вот этот. И больше как бы нигде не могу купить вот это очищающее молочко. Или же продается в косметических магазинах. Ну, как-то небюджетно стоит. А почему так вот они отказались от выпуска молочка? Мне оно, например, нужно. Я как-то мицелляркой все стерла. Потом, ну, я имею в виду, когда очищаю лицо. Потом перехожу на молочко, а потом какой-нибудь пенящийся гель. Вот в таком, так сказать, режиме и очищаюсь. Для лица также приобрела две масочки. Мне, кстати, такие маски больше нравятся. Одна от Гелленда. Тут она с маслом. Еще, знаете, написано так масочка по-польски. Так, ну, тут, в общем, с маслом она. А это для маска под глаза от Гарниен. Да, вот здесь вот прощупываются такие очки. Очечи, так сказать. Ну, что еще для лица? Последний продукт. Я имею в виду в плане ухода. Увидела, что и у нас продаются вот такие вот спонжики в баночке. Леся Руслановна, если смотришь меня, увидела у тебя ту самую замечательную баночку от Vivienne Sabo со спонжиками разноцветными. И увидела у нас. Думаю, как классно. Еще плюс они такие коричневые. То есть, ну, не будут долго видны, что они выпачканы. В общем, покупка, я считаю, нужная. Тоже такой расходный очень даже материал. Вот эти вот спонжики. И последнее. Это, я имею в виду из ухода, это руки-ноги. Ну, вот сразу хочу начать с жидкости для снятия лака от бренда Leco. Тут, кстати, некоторые продукты от, из косметического сайта Leco. Тоже рекомендую, если кто-то проживает в скандинавских странах, этот сайт. Так, и что по рукам? Это, конечно, прежде всего, крема для рук. Вот увидела, что продавали. Вот не помню, показывала. По-моему, не показывала его в предыдущем своем... Нет, не показывала в предыдущих покупках. Вот эти вот два крема. Хотя я их купила в начале лета. Представляете, от бренда NYX две штучки. И еще они были по 50%. 50% скидка. Не знаю, почему они так вот продавали. Вроде я не увидела, что они там выходят по стоимости... Ой, по стоимости... По сроку действия. Все нормально со сроками действия. Ну, не знаю, может быть, очищали магазин от продукции. Может быть, какая-то лимитированная серия это у них была. Поэтому, в общем, я купила. Очень даже бюджетно это все стоило. И вот также в том же магазине купила такую вот тройку лаков для ногтей. И там же я приобрела... Ой, там же, говорю, и здесь же, в этом сете вот такая вот классная косметичка. Можно для маникюрных каких-то принадлежностей. Посмотрите, какая красивая. Ну, можно даже, например, как ключницу использовать. У меня, например, есть две такие ключницы. Почему здесь такой формы назвали? Косметичка. Ну, назвали, наверное, для лаков. Ну, назвали и назвали. В общем, вот такой вот сет маникюрный. Бренд какой-то неизвестный. Поэтому я как бы так заостряю ваше внимание на нем. На этом бренде. Color House. Так, еще для рук. От Формона. Это вот на люкс плюс. Я приобрела тюти-фрюти. Это... Короче, это скраб для рук. Мне нравятся скрабы. Очень. Ой, даже по-русски написано, смотрите. Если увидите. Скраб-коктейль для рук. По-русски есть. Как приятно увидеть что-то на родном языке. Так, следующее. Для рук также. Вот такой вот крем от Биелленда. Это с маслом какао. Кстати, крема от Биелленда. Они слабенькие. Вот. Но ничего. Как бы так. Увлажнялочки хорошие. Неплохие. И попробую крем-маску. Тоже от Биелленда. Зимний период начинается. Поэтому такие вот крема очень даже нужны будут. И... А, вот еще один крем. От Биелленда. И он, наверное, шайбочкой. Что-то я его даже тут не открыла. Не открыла. Вы знаете, так как-то неприятно открывается. Ой. Не хочу на камеру, конечно, показывать. Но, тем не менее. Да, вот такая вот шайбочка с малинкой. Крем. 50 грамм. Ну, так все сделано. Мило у бренда. Биелленда. Поэтому пришлось купить. Так. Ну, и то, что нужно. То, что нужно. Это крема для ног. Это тоже у меня такой расходный материал. Тоже первый продукт от Биелленда. Крем для стоп. Следующее. Это бьюти-формула. Тоже крем. Не знаю, как будет в работе. От с ментолом и перечной мяты. У меня, кстати, были крема от бьюти-формула. Такие слабенькие. Но они увлажняют так неплохо. Так. Это опять Биелленда. Это с лавандой крем. Нет. Это маска. Крем-маска. А это... А это крем. Просто. Вот такие два крема. Все. Из ухода все. Больше ничего не вижу. А нет. Вот еще один продукт. Это бренд Формона. Он сильно отсвечивает. И это крем для... Под глаза вернее. Ну, он тут такой насыщенный различными маслами. 30 миллилитров. Дневной и ночной. Ну, тоже у меня очень быстро вот такие вот крема расходуются. Довольно-таки интенсивно. Так. Ну, теперь к самому приятному переходим. Это продукты уже декоративной косметики. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начну с вот таких вот красавчиков от бренда W7. Я не знаю, была это у W7 лимитированная какая-то коллекция или нет. Но они мне так понравились. Эти милашки. Что пришлось купить? Что пришлось купить? Это такой персиковый оттенок. Румяшек. Ну, естественно, закос под бенефит. Ну, классно. По 50 крон. Это вообще так дешево. Для нас дешево. Так. Как бы так. Красоту такую. Хотя у меня тут еще сейчас будет красота. Следующее. Это коралл. Ну, W7, конечно, продукт продукту рознь. Бывают хорошие продукты. По качеству бывают не очень. Я, конечно, эти румяшки еще не носила. Но, что могу сказать, довольно-таки красивые. Довольно-таки красивые оттенки. Не вырви глаз. И, знаете, в последнее время я уже говорила на эту тему. Как-то качество, вернее, не качество, а оформление у многих продуктов, оно оставляет желать лучшего. Так, это оттенок «Лотос». Оставляет желать лучшего. Я имею в виду, чтобы красиво что-то было создано. Как-то уже надоело однообразие косметическое в плане дизайна. А хочется чего-то интересного. И вот, как только увижу что-то интересного, то, конечно же, покупаю. Опять же, в плане дизайна. У нас, по-моему, только «Катрис» и «Эссенс» стараются что-то красивое в плане дизайна создать. Создать, вернее, упаковочки. А так, в основном, как бы, и не очень. Так, вот такая вот троечка. Мне очень понравились эти продукты. И следующая, вот как раз «Катрис» у нас на подходе с вами. Значит, вот эта вот серия, ее многие, конечно, купили. «Секрет Гарден». Секрет, садовый секрет, так сказать. Это палетка для лица и щек. Ой, вот она, вот она, вот она. Я не буду тестировать вот именно эти продукты. Бронзер, румяшки и два хайлайтера. Так, вот именно вот этот не буду. Не обессудьте, потому что они там кремовые. Затем, сейчас они не очень видны будут, помады из этой серии я взяла. Там, по-моему, у них еще палетки теней есть из этой же серии. Но я, что-то они мне не очень понравились. Так, вот этот вот «С-01» оттенок. И называется он «Hided Kiss», если я правильно прочитала. Вот говорила сама себе, помады тебе не нужны. Но когда я увидела вот это великолепие, думаю, нет. Нужны. Нужны, да еще как. Так, я взяла сразу три. Затем вот они, С-02, Kiss & Tell. Помадами я крашусь регулярно, правда, не очень яркими. Ну, я не считаю вот эти вот прям какими-то яркими. Помадами, скажем так, знаете, уточню. Так как я проживаю в Норвегии, здесь много раз говорила, особо не накрасишься яркими помадами. Но это касается красных помад. Что касается вот таких вот, каких-то вишневых, сливовых оттенков, это, в принципе, нормально будет здесь выглядеть. Это следующий оттенок. C03 Little Secrets. Вот такой вот осенний. Для меня в основном такие оттенки. Ну, хотя это, видите, такой цветущий сад. В принципе, это должна бы быть... Ну, должна бы быть все-таки такая летняя коллекция. Но она у меня ассоциируется почему-то... Я имею в виду вот эти оттенки с осенью. И кисточку взяла тоже, но не смогла пройти мимо. Не то чтобы пройти, не заказать эту кисточку. Поэтому взяла. Взяла и ее. Следующая, ну, давайте вот эту вот серию мороженое я вам покажу. Серия мороженое. Я вам ее показывала. Это Essence летняя коллекция. Давайте еще раз покажу. Я не знаю, появилась она, например, эта коллекция в России или нет. Ну, если появится, обязательно берите. Так, вот это я, наверное, выброшу упаковочку. Вот это я вам показывала все в покупках. Поэтому еще раз смотрим. Это обыкновенный бальзам для губ. Ну, тут оттенка нет никакого. Я не знаю, может быть, проявляшка какая-то пахнет шикарно таким клубничным мороженым. Я вам жаловалась, помню, что я не все прикупила из этой коллекции. Вот они, две кисточки из этой коллекции. Так, такие, знаете, с тюти-фрюти. Внутри с присыпкой. С такой. Давайте, может быть, вот так вот я их поставлю. Как все приятно это смотреть, тестировать. Так, а следующее это тоже из этой серии айс-крим. А что это? Это тоже бальзам для губ. Нет, это скраб, скраб, скраб для губ. Скрабировать я тоже люблю. Ой, запах такой клубничный тоже. Прям клубника. Но люблю я скрабировать все-таки в осенне-зимний период. Не летом и не весной и даже не ранней осенью. Так, и еще тоже, опять же, покажу, показывала. Это два вот таких вот бальзама для губ. Или блеска для губ, как хотите, называйте. Первый это Soft Sweet Creamy. Мне так и кажется, что они появятся в России, если не появились. Нас сейчас со скидкой продают. Хотя я брала без скидок. И вот такой вот оттеночек. Ну, это просто такие бальзамчики. Плохо держащиеся, но классные. Ванила Ла Лов. 0,2 оттенок. 0,2 оттеночек. Ванила Ла Лов. Буду ли такими красить? Конечно, буду. А для чего же я прикупила? Хотя они не очень такие стойкие. Как, впрочем, и многие блески от Essence. И что же я не могла купить? Я не могла купить вот этот вот хайлайтер-блашлайтер. Вот не было его на том сайте, где я... И он так и не появился на том сайте, где я показывала... Я, вернее, заказывала вот ту косметику. И вот он появляется уже на другом сайте косметическом. И я все это беру. Посмотрите, какое классное мороженое. Какой классный этот самый блашлайтер. Нежный, нежный такой оттеночек. Ну, как-то вот на пальцах сводчи лучше смотрится, а на коже не очень. Но это и классно. Значит, так и будет смотреться на коже лица. Вот он такой блашлайтер. Так, что еще? А, вот еще. Вот не помню. По-моему, тоже не было в прошлый раз в продаже. Или показывала. Не помню. Но это тоже вот из этой коллекции. Не важно. Не важно. Но главное, у меня эти наклеечки есть. И вся вот эта коллекция. Так, давайте теперь покажу, что нового вышло у Essence. И я все это прикупила. Видео получится, конечно, таким удлиненным. Но ничего страшного. Значит, что я прикупила из новой серии. Так, у Essence вышла вот такая вот серия. Golden Days Earth. Так, Eyeshadow Palette. Значит, это первая. Это палетка. Название Golden Drama. Так, ну чему она посвящена? Ну, наверное, какой-то, может быть, медитации, мантрам. Потому что вот это вот. Я тут даже еще не удалила защитную пленку. Потому что я как увижу вот эти вот цветочки. Мне сразу какая-то индийская мантра и медитация. Приходит на ум. Ну, вот такая вот здесь палитра. Уже, так сказать, в стиле Essence. Потому что они выпускают последнее время. Кстати, у айскрима серии там не было палеток теней. Вот они последнее время вот и выпускают именно вот в этой. Так, сейчас, а то у меня критиковать будут сейчас, что я шуршу салфетками. Но деваться некуда. В соля тень не откроешь эти салфетки. Так вот быстро, чтобы все открыло. Открыло и такой звук. Так что без критики, пожалуйста. Что я шуршу постоянно. Так, ну и что? И вот последнее время Essence так и выпускает. Вот девятку вот эту вот теней. Просто, ну, меняют оттенки и меняют, соответственно, чуть-чуть упаковку. Даже, я бы сказала, оформление упаковки. А так, в принципе, все то же самое. Вот у них тыквенная серия в прошлом году выходила. Что там еще у них вышла? Пляжная серия. Сейчас я пользуюсь. И вот продолжают выпускать вот эти вот девятки теней. Ну, пусть выпускают. У нас им так нравится. Так. Видите, здесь. Ну, гамма. Вот я вам тестирую вместе с вами эту гамму. Вот она такая. Видите, мало как-то заметная такая. Неплохая. Я люблю сиреневые тени. Сразу хочу вам сказать. Кто-то не любит розовые тени. Я их обожаю. Розовые тени. И желтые тени. У меня их мало. Поэтому, как бы, тоже пригодятся. Даже они не желтые, а золотые. Так. Это первая красота. Лимитированная. Знаете, хочется как-то вперед. Вот эту красоту. А вот эту красоту уже на задний план. Эту красоту на задний план. Вот так. Так. Следующее. Что еще было в этой серии? Это был вот такой хайлайтер. Golden Days Earth. Вообще-то это хайлайтер и для тела, и для лица. Ну, мантры здесь, видите, все идут. Поэтому что-то такое с Индией связано. Сделано, кстати, в Польше. А где тени сделаны? Тени сделаны в Китае. Облаш-лайтер сделан в Польше. Так. И у него... Давайте здесь нанесу. Такой вот оттенок. Тоже такой золотистый. Неплохой. И два продукта. Там были еще наклейки для тела. Но я их хотела заказать, но их разобрали. Разобрали. Может быть, на другом сайте закажу. Не знаю. У меня был день рождения, поэтому мне прислали со многих сайтов скидки. Вот. И может быть, может быть, и закажу наклейки для тела. Такие крупные в виде татуировок. Так. Следующая из этой серии Golden Days Earth. Это масло для губ. Ну, масло и масло. Я просто запах хочу. Ну, как-то запаха такого особого и не ощущается. Уходовый продукт. И еще, что здесь было? Бал... Айшедо топпер. Это топпер для теней. Для чего он нужен, этот топпер? Наносить сверху. Ух ты, какой красивый. Смотрите. Вот если на тени наносить... Боже ты мой, красивый. Блестяшка такая красивая. Давайте вот на этот сиреневый еще. Ой, 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 ой. Это если вы взяли матовые тени и вам хочется чего-то добавить, то вот этот вот топпер классный. Ну, я очень довольна. Очень довольна. По-моему, что-то, может быть, даже тушь была из этой серии Golden Days Earth. Не буду вам врать. Просто она мне не нужна. Туши. Туши много. Так. Следующая. Взяла я также из... У Катрис что-то там много всего обновленного выходит. Я взяла только один хайлайтер. Ну, новинка. Это Rose Nude. Упаковка, как всегда, оставляет желать лучшего. В плане качества. А хайлайтер, конечно, классный. Много раз себе говорила. Ну, куда тебе хайлайтеров? Ну, хватит уже. Ну, хватит. Ну, нет. Ну, вот еще захотелось. Хотя, ну, не видите. Это у меня тоже такой расходник на каждый день. Ну, в принципе, тут ничего такого необычного нет. И не знаю даже, буду я заказывать что-то еще там у Катрис обновленного. Не знаю. Что я еще? Вы знаете, сейчас вот смотрю в кадр, как красиво все смотрится. Шикарно. На сайте Lux Plus, это где нужно платить взнос. И за это будут подарки немножечко ниже по цене. Я заказала вот такую палетку от Estee Lauder. Bronze Goodies New It. Классная палетка. Потом я ее положила в корзину в июле, а потом она еще снизилась в цене. И в сентябре она мне уже пришла. Буквально вот на днях пришла эта палетка. Ну, и вообще заказ весь. И к сентябрю цена была еще ниже. Упаковка, кстати, интересная. Давайте еще раз покажу вам. Видите, как смотрится. И вот такая вот гамма теней. Конечно же, мы ее протестируем, потому что я еще не сводчила ничего. Вот. Как-то, видите, посильнее. Он, знаете, вот этот синий смотрится довольно-таки ярко в палетке. А так он не очень. Это хорошо. Тени-буфетчицы не будут мелькать. Следующие. Ну, а тут следующие. Это такие уже. Такие коричневые гаммы. Повседневные. Ну, так вот. И литка. И черненькие, конечно, протестила. А на том, что мне все время делают замечания, почему черный не показываете. Покажу. Черный очень хороший тоже. Качество хорошее тени. Качество гораздо лучше, чем вот от Essence. Хотя у Essence тоже хорошее тени. Так. Куда же бы мне поставить вот эту палетку. Она тоже классная. Давайте вот так разместим. Ну и... И, и, и... Давайте уже декоративные я вам закончу. Покажу, что еще из декоративного. Это еще одна палеточка от Catrice. Ну, это, по-моему, Jungle серия. Смотрите. Wild Side. Так. И это вот такой вот румяна-хайлайтер. Можно и так, и так. Можно смешивать их. Ну, это тоже, знаете, там довольно-таки большая распродажа была вот этой вот серии, которая уже... Что это? Wild Side. Правильно я называю эту серию? Не знаю. В общем, была распродажа на эту лимитированную, так сказать, линейку. И, конечно, мне нужно было... Ой. Сюда мы поставим эту шикардосную палетку. Хотя она очень-очень пылит. Так. Следующая. Тоже из этой же серии джунглевой. Это... А что это? Rose. Розовое Adventure. Розовое путешествие. Это тоже Wilds Cup. Так. А вот что это? Бронзер или... Ой. Румяна. Румяна. Блажь. Давайте. Смотрим. Ой, какие красивые. Не знаю, как они сейчас получатся. Ой, я люблю такие. Классные. Я не тестировала еще эти какие-нибудь. Нежные такие. Действительно розовое такое путешествие. Классная серия. Так. Ой. Тут у меня не упало ничего. Ну и что это? Это... А это уже Wildness. Untouched. Нетронутый лес, наверное. Wildness. Ой. Много взяла. Видите, можно как бы так... Ой, много нанесла. Идти еще лучше. То есть не надо так много нажимать. Иначе, видите, выходит много продукта. В общем, это такие жидкие румяшки. Жидкие румяшки. Так. Следующая. Ну, вот говорила вам, что туши мне не нужны. Но пришлось взять одну. Она такая маленькая, миниатюрная. Поэтому взяла тушь. Так. И следующее. Это карандаши. Карандаши помады. От Catrice. Из вот этой вот джунглевой серии. Это она из разряда того, что назад не вкрутишь. Выкрутишь, но не вкрутишь. Это нужно осторожно. Ой. Кисточка упала. Кисточка упала. Тяжело как-то так ставить все это следующее. Я вам, кстати, там, не знаю, показала или нет оттенок. Into the Wilds. Лису. А это у нас Анкнаун Десерт. Неизвестная пустыня. Как ты выглядишь, неизвестная. Ну, не пустынный оттенок. Я не знаю, что такое в пустыне может быть ярко-красное. И еще один оттенок. Это Палли Сэвич. Не знаю, как переводится. Палли Сэвич. Такие неплохие карандашики. Очень даже неплохие. Последние блески от Катрис. Это блеск. Вот не хотела брать, понабрала. Фалли Перфект. Плохо тут видно. Честно говоря, можно было и всю вот эту вот серию взять. Но куда уже? Куда уже? Много чего из вот этой вот серии там у них предложено. У нас во всяком случае предлагается к покупке. Так, и еще один оттенок. Все это, конечно, быстро затрется. Beautiful Strong. Beautiful Strong. Быстро затрется, конечно. Так, ну ничего. Цвета мои. Я взяла из-за того, что я люблю эти цвета. И они как бы не такие уж и яркие. Ну и последнее, что вам покажу, это Парфюм. Кстати, давайте посмотрим гамма, какая у нас сегодня вышла шикарная. И последнее это Парфюм на Люкс Плюс взяла от Элизабет Орден. Орден Бьюти. Духи такие, ну, давненько уже выпущенные. Разновидность вот этих вот этих духов еще была выпущена в 2002 году. Ну, какие они классные. Это туалетная вода. Это не духи, конечно. Это цветочные духи. Опять духи говорю. Цветочная парфюмированная вода. Она имеет оттенки ириса, лотоса. Вот чувствую. Я еще не смотрела даже описание. Ну вот, что могу сказать. Роза, ирис, цитрус, свежесть. В общем, такие цветочные, цветочная такая свежесть. И вы знаете, они, вот эта, вернее, водичка, она довольно-таки стойкая. Ну, не на весь день, но, и, конечно, не на полдня, но 3 часа она на вас продержится. То есть, хороший парфюм, парфюм, который мне очень даже подходит. Вот такие вот покупки. Ой, девочки, я забыла еще, смотрите, хорошо полезла в ящичек, где у меня покупочки. Я забыла еще показать пинцетик вот от серии, серии, вернее, Golden Days Effect от Essence. Вот он, сияшечка вот такая вот. Вот это вот, вот сюда. Прошу прощения, лимитированная серия от Essence. И еще кое-что забыла. Это вот такой тональный крем от Max Factor. Это тоже такой расходный материал. Оттенок веган. Ой, нет, неправильно. Crystal Bige. Мне нравятся тональные крема от Max Factor. Так, и так быстро покажу. Вот в этом ящичке еще у меня есть. Это, давайте, наверное, вынувшу это. Закидаю сюда обратно. Так, и что здесь, в этом ящичке? Резиночки две. Затем вот такой вот педикюрный сет, набор. Пилочка, щипчики. Потому что это тоже все быстро как-то приходит в некодность. Вот еще от Catrice взяла вот... Есть у них вышла серия, посвященная Прайду. Но я бы что-то и заказала. Но там такие I'm proud. Вообще-то не Pride, а I'm proud. Я бы, конечно, заказала что-то бы. Но там все такое яркое и для меня неносибельное. Но красиво смотрится. Ну, я взяла вот эту вот кисточку. Веерную. И последнее это... Ну, вот такой вот набор для замешивания масок. Все. Все он продемонстрировала. На сегодня все. Смотрю 45 минут. Прощаемся с вами. Надеюсь, вам видео было полезно. Приятно было посмотреть. Порелаксировали вместе со мной. Увидимся с вами очень-очень скоро. И всем пока.